всем привет это видео снято специально для сайта маш мастеру и канала все стиральных машинах и бытовой техники и сегодня мы вам расскажем об индукционной варочной поверхности алекс или 320 и вот ее инструкция как вы видите и сама варочная поверхность варочная поверхность двухкомфорочная как правило всех интересует что это за поверхность стоит ли покупать индукционную поверхность как быстро работает поверхность экономит ли она электроэнергию какая посуда потребуется на все эти другие вопросы я постараюсь ответить в этом видео и так это варочная поверхность управляется достаточно легко вы видите всего лишь несколько кнопок это конечно же кнопка включения самое первое вверху справа это кнопка замочек то есть защита от детей блокировка кнопка с часиками это отложенный старт плюс и минус это регулировка температуры и две кнопки включения соответствующих комфорок кнопка слева значит комфорка слева кнопка справа значит комфорка справа и кнопочка с буковкой b это означает ускоренный режим работы на максимальной мощности что называется буст эта кнопка относится к только к комфорке которая расположена у нас слева обе комфорки одинакового размера 18 сантиметров как вы видите и нагреваются они очень быстро значит посуда которая потребуется для того чтобы готовить на данной плите как заявляют производитель должна быть специализированная да мы тоже сомневались когда покупали что придется менять абсолютно всю посуду но пришлось заменить только частично и нам повезло вот смотрите данном случае я вам сейчас покажу две похожие кастрюльки или ковшик вот кастрюлька до металлическая и ковшик металлический они похожи но кастрюлька если я сейчас поставлю и включу плитку вот так включаю ну и пусть я добавлю например то через некоторое время я увижу букву вместо цифры 6 английскую у подчеркнуты это говорит о том что данная кастрюля не будет нагреваться на этой плите то есть металл из которого она сделана не подходит к данной плите если я допустим возьму ковшик который я вам уже показала поставлю его на плиту то вода в нем начнет нагреваться я ему сразу беру чтобы показать вам еще другую кастрюльку этой кастрюлю уже 10 лет эмалированная кастрюля тоже не предназначена специально для индукционных плит но это кастрюля также будет нагреваться и мы пользуемся эмалированными кастрюлями вполне себе нормально ну конечно же эмалированная посуда не так хороша в приготовлении пищи вот эта кастрюля самое лучшее самая моя любимая в ней готовить лучше всего потому что у нее стенки толстые и это кастрюля как бы сохраняет долго тепло в ней очень приятно готовить супы борщи томить что касается сковородок тот также вот сковородки абсолютно все пришлось нам заменить все сковородки нас вот такого плана это в данном случае блинница она также нагревается обращаю ваше внимание размер конфорки 18 сантиметров размер кастрюли ковшика не обязательно должен быть 18 сантиметров у нас все сковородки кастрюльки 28 сантиметров то есть поверхность которая нагревается на плите да она 18 сантиметров но при этом и остальная область также нагревается все хорошо прожаривается и проваривается об этом вы можете не беспокоиться если размер будет меньше чем комфорка также плита хорошо реагирует также все включается и все работает что касается я температурных режимов если он сейчас посмотреть а температурные режимы варьируются от 0 старт начинается с 5 5 далее вы плюсиком 6 7 8 9 это максимум плюс вы можете включить режим boost как я уже говорила только для одной комфорки при этом на 2 комфорки вы готовить не сможете автоматически как вы видите если в течение нескольких секунд вы не ставите на поверхности комфорки а посуду то она отключается выдает как бы ошибку то есть нет нужной посуды до убавить можно да я сейчас сброшу ошибку путем выключения включаю например вторую комфорку включу сейчас также плюс да и варьируется значит температурный режим на каком удобнее готовить но по максимуму использовать не рекомендуется это и для посуды не хорошо и кипеть будет слишком сильно моим опытным путем установлено что лучше всего закипятить воду на восьмерке на семерке готовить это суп и томить лучше всего если это суп то томить на шестерке а если вы готовите молочную кашу то лучше всего и дождаться кипения на шестерке семерке а вот на четверке или тройке ее томить она вполне кипит и вполне нормально готовится кроме того значит наша плита встроена да вы видите таким образом она позволяет сохранить пространство на кухне двухкомфор очна и позволила нам еще под плиту встроить вот такой выдвижной ящик для ложек поскольку больше его размещать у нас на кухне не было места несмотря что здесь всего две комфорки на семью из трех человек нам вполне этих двух комфорок хватает и можно готовить на двух комфорках одновременно не доля чем четыре часа а сейчас мы вам покажем как закипает вода на данной плите в качестве эксперимента мы предлагаем следующее мы сейчас вскипятим пол литра холодной воды в ковшике на плите и в это же время одновременно будет закипать вода в чайнике тоже пол литра включим все это дело одновременно еще раз повторю итак и посмотрим насколько быстро произойдет этот процесс как вы слышите плита издает некий звук этот звук сравнимые со звуком микроволновки я бы сказала он тише но он никак не влияет и вообще ну по крайней мере нашу семью этот звук не раздражает итак чайник уже вскипел а вода уже начинает закипать остается совсем немного времени и вы можете оценить что вода в чайнике вскипела быстрее но если вы обратили внимание я поставила включила плиту не на максимальную мощность все-таки я жалею в свою посуду ну и вот вода уже за шипела это же закипает вы понимаете что это гораздо быстрее чем если бы вы например пытались закипятить воду на плите фирмы дарина простой плите они индукционный все вы видите вода закипела обращаю ваше внимание вы видите вода сейчас кипит до если бы это было на простой плите и после выключения плиты да и вот выключу на простой плите вода бы продолжал еще какое-то время кипеть сохранялось бы тепло на этой плите сразу происходит отключение не тратится ни на разогрев плиты энергия то есть происходит все гораздо быстрее экономит ли ли это электричество меньше ли вам платить за электричество мы не можем судить несмотря на то что в эксплуатации данная у нас варочная поверхность 8 месяцев мы не можем сказать дешевле или нет он против и все точно так же никак не поменялось поэтому но мне нравится что закипит вода гораздо быстрее не надо долго ждать захотели быстро там сварили себе пельмени и так далее на этом все если видео было вам полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока